Доброе утро, друзья! 6.30. Что это значит? Это значит просыпается мафия. И утро в большом городе. Так, доброго дня. Друзья, если вы не следите за футбольным чемпионатом или думаете, что футбольный чемпионат ограничивается тем, что происходит на стадионах, то знайте, это не так. Так, там еще очень большой, судя по всему, межстадионный рестлинг продолжает происходить между болельщиками разных стран. В Лиле новая драка между российскими и английскими футбольными фанатами. Financial Times пишет, что ночью 200 англичан атаковали группу российских болельщиков. Ну, сами англичане говорят, что россияне спровоцировали их на конфликт. В итоге полиция даже применяла следостачивый газ. Сейчас задержано 27 футбольных фанатов, из них 12 россиян. Четверых подозревают в массовых беспорядках в Марселе и собираются депортировать. Ранее стало известно, что из Франции депортируют также 20 россиян, которые приехали на Евро. И более того, СМИ обнаружили, что главой всероссийской обедении болельщиков является никто иной, как Александр Шпрыгин. Если его фамилия вам ничего не говорит, то просто напомню, что он в свое время имел отношение к самым разным неонасистским группам. И более того, как раз таки принадлежал категории одних наиболее агрессивных футбольных ультраз. То есть, судя по всему, после даже вчерашнего проигрыша России, а Россия, напомню, проиграла Словакии со счетом 1-2, я так понимаю, что как раз таки приключения российских болельщиков во Франции на этом не ограничиваются. Я скажу відверто, не так мене Франция шукувала сьогодні, як Одесса, адже там моя від собі звичайне романтичне побачення ледь не завершилося смертю. Патрульна поліція затримала чоловіка, який намагався скинути з моста дівчину. Виявляється, на побаченні він побив її до втрати свідомості, забрав на її сумочку з документами і телефоном. Поліція встигла, вони врятували дівчину, а злочинця затримали. Когда дівчина прийшла до темы, вона сказала, что насправді вона нещодавно познайомилася з цим чоловіком, і це було їх друге побачення. Ну, власне, тоді він сказав, що нібито вона йому зраджує таке інше, ну і саме тому побив сам чоловік, вже потім сказав, він каже, що, мовляв, жінка сама спровокувала, а я тут невинен, і таке інше. Добре, що затримали. І давайте, напевно, будемо уважнішими до тих, з ким ми плануємо піти на побачення. Ну да, знаєте, у насильника завжди, хто виноват? Жертва насильника виновата, тому що що короткую юбку наділа. Ну, тепер, якщо вірить народним слухам, коли молодий людина попадет в тюрму, буде сам виноват. Ладно, друзі, що знайшла в машині українця французська поліція? Страшний вердікт для українського врача. Що роблять мошенники з нашими автомобілями? Все зможете узнать, посмотрев наш следующий сюжет. Криваве Євро. Напад і клінічну смерть. Лікарі так і не змогли його врятувати. Тим часом у Лілі напередодні матчу тієї ж Росії зі Словачиною французькі поліцейські під час рейду затримали машину з бейсбольними битами. За кермом виявився українець. Про це повідомило Міністерство закордонних справ, пише «Українська правда». Але номери на автівці були російські. Наші дипломати припускають, що у водія є і російське громадянство. Зараз слідство з'ясовує, це просто провокація, чи готувалися нові сутички російськими хуліганами. Навряд чи чоловік збирався пограти в бейсбол. А в Києві ДТП ледь не призвело до масштабної трагедії. На Південному мосту перекинулась величезна фура. Вона ледь не злетіла вниз і дивом не розчавила жодної легковушки. Чому водій не впорався з керуванням, з'ясовує слідство. Версій кілька. Перевищення швидкості або слизька, мокра після дощу дорога. Одне відомо точно, чоловік був тверезим. Через ушкодження з бензобаку вантажівки витекло багато пального, але рятувальники ліквідували загрозу вибуху. Вони же підіймали фуру. Сам водій не постраждав. А от його пасажир травмувався. До речі, панове водії, будьте пильні! По країні активізувалися шахраї, які вночі знімають колеса з машин. Буквально за останні дні у Києві роззули одразу кілька автівок. Фотодокази, постраждалі та свідки активно викладають у соцмережах. Виходите ви вранці у двір на роботу їхати, а машина боса. Тому не залишайте залізних коней на вулиці. Ставте на парковки з охороною. Пам'ятайте, скупий платить двічі. І необережний також, а той ще дорожче. Міжнародна федерація тенісу дискваліфікувала українську лікарку Олену Дорофєєву на чотири роки за те, що вона виписала заборонені ліки відомій тенісистці Катерині Козловій. Спортменка вже відбула своє покарання – піврічну дискваліфікацію за прийом допінгу у вигляді вітамінів. Тепер черга за її лікаркою. Вона не зможе працювати за фахом до 2020 року. І в той самий момент, коли ви рішили, що в країні все плохо, що це тотальна зрада, от вам перемога. Национальне антикоррупційне бюро рішило розпутувати все корупційні схеми, які вона виписала на самому корупційно-ємкому ринці країни, а це газовий ринок. Под роздачу повали балийські чиновники, які зв'язані з компанією «Укргазводобування», яка входит в холдинг «Нафтогаз України». НАБУ проводит обыски в поміщениях фірм, які могли бути причастні к корупційним сделкам. Як работала схема? Участники схеми покупали государственный газ по низкій цені на подставні фірми, а затем перепродавали його по рыночним ценам, які були в 4-5 рази вийші, нежели закупочні ціни. При этом, судя по всему, по данным спікеров, к этой схеме имело отношение народний депутат Александр Онищенко, который, по версії следствия, мог быть организатором этой преступной группировки, а всього в ней состояло 20 человек, 10 из которых уже задержаны. И в результате их действий государству нанесен ущерб, вдумайтесь, на 3 млрд гривен. То есть на 3, потом 9 млрд гривен. Так вот, в НАБУ уже рассказали, что Генпрокуратура подала представление о лишении неприкосновенности народного депутата Александра Онищенко. Вы знаете, это вполне может быть довольно-таки резонансным и тем самым ожидаемым делом в махинациях на крупные суммы. Украинский газовый рынок – один из наиболее коррупционно ёмких в стране. Только в том, в случае, если это все не завершится на стадии обшуков. Да, да, да. Как-то мы неоднократно наблюдали. Это во многом будет тест для НАБУ и для её работоспособности. Друзья, я продолжаю вас попереджать про різноманитные афери, которые появляются у великих и маленьких местечках. И вот еще одна из них. Подождите, приходят до вас люди, которые представляются працівниками какой-то, они есть працівниками певної фирмы, хотя говорят, что мы ваши суседи, вы нас просто не знаете, и мы можем вам переремонтовать за какие-то копейки вашу технику. Потім они выставляют космічные рахунки и начинают шантажировать и вимагать гроши. Так ось, как их выявить, этих людей, как не потрапить на гачок, смотрите в нашем сюжете. У вас проблемы с компьютером. И тут, как на замовлення, прямо на вашем доме оголошения, та еще и с фоткой, сусід-майстер, ремонтует технику. Дешево. Под такими оголошениями маскуются неческие сервисные центры. Они брешут и про сусида, и про дешевые послуги, а потом кидают их на гроши. Если мы бачим объяву на подъезде, то есть она не находится в каком-то помещении, где действительно мы можем сподевать, что нам будет данная послуга, у нас же есть оборудовані побоевания, что мы можем потрапить в халеку. Как распізнать брехунів и что делать, если вы уже клюнули на их наживку? Відмотаем историю на початок. Этап первый. Вы побачили оголошение от сусида. Не знаете его особисто? Зверніть увагу на фото-зоголошение. Не впізнаете? Сусід Сергій – это голливудский актор Роберт Дауні-молодший. Шахраи не просто брехуни, они еще и гумористы. Не доверяйте такий объяве. Зверніться краще у перевірену вашими родичами чи друзями фірму з ремонту, аніж невідомо до кого. Потрібно, по-перше, перевірити, что это за людина взагалі, чи в ней есть какие-то документы. Если их нет, я бы радила все-таки таку людину не пускати взагалі в помещение. И что все-таки в нього есть, какие-то документы. Что нужно сделать, я думаю. Надо взять або переписать какой-то данный, або фотографировать, это будет больше надежнее. Етап 2. Вы таки довірили компьютерному знакомству. Но после ремонта, вместо обговореної невеликой суммы, он требует из вас несколько раз больше. Заплатить, как договорились, ни копеечкой больше. Если у вас есть потреба сделать что-то дополнительное, чем вы просите, что-то полагать дополнительное, какие-то материалы, то обязательно виконавец должен сообщить о себе, об этом. Если он не дает сгоду, то даже если уже виконавец и сделал это, то он не имеет в жодном разе права вимагать отшкодувания таких витрат. Етап 3. Майстер продолжает наполягать на своей сумме. Скажите, что сейчас не маете грошей, и заплатите пизднее. Перенесите встречи и запросите на ней полицию. Шахрай зібрався кинути вас? Киньте его! И четвертий этап. Майстер не погоджуется на вашу пропозицию, мовляв, не даете грошей, я забираю компьютер. Не дайте ему піти. Кричите, аби сусіди прийшли на галас і допомогли затримати шахрая. Одразу викликайте поліцию. Не дайте себе кинути. Ми точно не дамо. Отже, давайте ще разок. Друзі, якщо ви не хочете, аби вас пошили в дурні з ремонтом техніки, то спам'ятати декілька правил. По-перше, не надто довіряйте об'явам і оголошенням на вашому під'їзді. По-друге, якщо людина прийшла, перевірте її документ, запишіть дані. По-третє, не сплачуйте за послуги, про які ви не домовлялися. Ну і в-третє, якщо вас шантажують, викликайте поліцию, не соромтеся. Ну ось така історія, така ситуація. Да, на самом деле, важно не быть дураком не только в быту, важно еще и быть всегда в курсе международних событий. Знаєте, що більше всего мене поразило? Це новість о том, що після возвращення Солошенко і Афанасьї ві следующем списці на обмен може оказатися український режиссер Олег Сенців. Вперше пресс-секретарь российського президента Дмитрий Песков заявив, упомянув його фамилию. Он заявив, що Москва і Київ продолжають роботу по вопросу в выдаче украинськой стороне некоторых осужденных России і о том, що, можливо, буде решена судьба Олега Сенціва. Але, більше того, пресс-секретаря українського президента Святослава Цеголко, він сказав, що судьба Олега Сенціва, она вот була одной із главних тем на вчерашніх переговорах в Минскі. І при цьому все во многому, конечно, зависит, да не во многому, а во всім, зависит только лише от российської сторони. Якщо она сочтет возможным, то как раз Олег Сенців вернется сразу же в Україну, тому що со своєї сторони Київ делает все возможное. Ну, хочеться видати, що так воно і буде, і чим швидше. В российських тюрмах знаходиться от 29 до 38 українських політзаключенных, поэтому не думайте, що список исчерпується тремя или четырьмя фамилиями. Друзі, сьогодні четверо, це означає, що, ну, по-перше, завтра п'ятниця, і це прекрасно, але є ще краща новина. Сьогодні о 20.20, як завжди, вийде програма «Інсайдер» з новими шокуючими розслідуваннями. Про що буде їх програма сьогодні вечері, подивіться невеличкий анонс. Наш інсайдер заводить нас до квартири свого друга. Востаннє адвокат Ігор Черезов був тут разом із поліцією. Тоді у нього ще жевріла надія, що Юрій живий. Власне друзями вони стали не так давно. Стружив, як кажуть, Майдан. Ось на столі Юрія стоси справ. Власне фото портрет та ікона. Здавалося б, у кімнаті нічого надзвичайного. Але ті, хто добре знав Грабовського, ще під час першого обшуку, помітили важливу деталь. Перше, що б бросило з очі, що ось цей диван був розложений і постель був не вибрано. Що, в принципі, для Юри, який людина дуже акуратна, взагалі було несправден. У справах побутових Грабовський був просто зразком чистоти і порядку. А тут таке. Усе вказувало на те, що адвокат російських грушників кудись дуже поспішав. Він навіть забув вдома усі паспорти. При цьому колеги знали, 4 березня Юрій збирався до Одеси. Прийшов на роботу, в хорошому настроєнні, подарував мені жовту орхидею. Говорю, що ви зі мною прощаєтесь, що ли? Вона обняла і говорила, та ні, ну що ти. Його плани ні в кого не викликали занепокоєння. Командювання для адвоката достатньо частое явлення. Він займався ще й діяльністю в дисциплінарній комісії адвокатури. Але за 130 кілометрів від Одеси у Грабовську несподівано ламається автівка. Надійні джип Тойота. Адвокат відправляє своє авто назад до Києва спеціальним евакуатором. Дзвонить з помічниками з питанням, чи можна купити квиток на літак без паспорта. Лише за водійськими правами. З цього моменту починаються всякі приключення, які до сьогоднішнього моменту ми до кінця не можемо зібрати в нікую єдину логічну цепь. Отже, друзі, програма «Інсайтер» виходить на СІТІВІ щочетверга. І сьогодні, тому числі о 20-тій. Давайте, як теж не пропустіть, а також пам'ятайте про те, що існують наші поштові скриньки на Укрнет. Подивіться зараз, моя адреса буде на вашому екрані. Юлія.Рано.СІТІВІРАВЛЕКУКРНЕТ Все, що вас цікавить, все, чи ви хочете поділитися, виказати свою точку зору, посварити, похвалити, будь ласка, оце все для вас. Я себе теж туди напишу. Друзі, далі будуть факти, а потім ми повернемося. Ні, цього-то ніколи. Друзі, да, такий вот анализ политических перспектив партии Михаила Саакашвили, о котором говорили наши коллеги из программы «Факты», он буде в нашем ефірі буквально через пару минут, есть новости, которые, на наш взгляд, достойны сегодня того, чтобы вы с них начали свой день. Россия, судя по всему, да, пыталась выкрасть документы по расследованию крушения малазийского «Боинга» летом 2014 года на Донбассе. Об этом говорится в отчете Федеральной службы защиты Конституции Германии. Говорится, что кибероперации проводили как российская ФСБ, так и внешняя военная разведка ГРУ. Германия утверждает, что российские спецслужбы проводили эти хайкерские атаки на компьютере Совета Безопасности Нидерландов накануне публикации отчета относительно цель катастрофы малазийского «Боинга». Я просто напомню, что тогда предоставлялись промежуточные итоги расследования. Окончательные итоги расследования прокуратура Нидерландов должна опубликовать в этом году. Все же ждем. Кого же она все-таки назовет? Ну да. Ну, с тобой, может быть, Руси и невыгодно для того, чтобы свет знал про катастрофу. Что? Правильно. Правильно, ну все. Он восхищается. Он старается. Друзья, тоже интересная новость, которая привлекла мое внимание. Россияне массово бегут в ненавистную вроде бы Америку. С 2012 года в три раза увеличилось количество людей, которые выехали из страны на постоянное место жительства в Америку. В 2012 году было 123 тысячи. Сейчас реально в три раза больше. В основном выезжают молодые образованные городские жители. Люди объясняют, что их беспокоит политическая ситуация, невозможность вести нормальный открытый бизнес без поборов, без коррупции, без судебного произвола. Реально понимаю людей, которые делают выбор в будущее, в детей спрятать деньги в надежные банки. Ну, видите, как бы начинается побег с корабля. Давай, давай, отреагуй как-то, скажи. Так, все верно. Покивай. Я могу покивать. Друзья, знаете, тут засоби массовой информации, они разповсюдили информацию про то, что, как будто, французская полиция получает под вартою в лилле двух украинских футбольных болевальников. И, на самом деле, мы, для того, чтобы разобраться, что это правда, или нет, додвонилися до консулу Франції Миколи Собко или всю эту историю переверите. Дипломат пояснив, что, на самом деле, все это чутки. Притом, что эти чутки очень-очень увеличенны. На самом деле, в украинцы с россиянкой, которые ехали на машине с номером РФ, полицейские при огляде, нашли бойсбольную биту. Ну, и пару затримали на несколько годин буквально. Ну, послушайте его коментар повный. Бейсбольная бита, как оборонена на территории Франции, как сравнивается к холодной оружии, она была в отключении одной из плодениц, не так, как кто-то пытался это подать. Дина просто, как она объяснила, боялась и держала эту бейсбольную биту, как для властности самозахиста. Но после объяснения этих условий, проверки его особой было выключено. Мне было очень приятно за наших учеников, которые приехали родинами, с детьми нас осуществляют футбол, и они не позволяли себе будь-який провокационный дей. В общем, украинские болельщики пока что себя хорошо зарекомендовали. Будем надеяться, что и дальше они не выйдут за рамки приличия. Друзья, держитесь там. Друзья, наш коллега Андрей Булгаров, у него своя рубрика «Под сомнением», он обсуждает там достаточно интересные факты. Вот смотрите, все хотят навредить России, потому что она супердержава и встает с колен. Ну, во всяком случае, в этом действительно уверены большинство россиян. Вот только продолжит ли Россия вставать с колен, если вот выдуманные все эти враги исчезнут? Именно об этом задумался Андрей Булгаров. Смотрите. Россия окружает враги. Тайные и явные. И так было всегда. Стоит только россиянам начать подниматься с колен, как обязательно найдется кто-то, кого это не устраивает. И поэтому нужно быть бдительным и дать решительный отпор любому, кто посягнет на исконно русские ценности. Но позвольте усомниться, а что если враги существуют исключительно в воображении кремлевских пропагандистов, которые точно знают, что без врагов российский народ начнет задавать вопросы самой власти. Сегодня тема духовных скреп и исконно русских ценностей в России актуальна как никогда. Вот только стоит лишь спросить среднестатистического россиянина, а что же такое эти скрепы и ценности, как начинается путаница и какие-то невнятные размытые ответы. И только в одном есть полное согласие. Все хотят зла России. А значит, уничтожить внешних и внутренних врагов есть главная задача и практически национальная идея. В этом году в обращении президента России Путина к нации эта идея была сформулирована окончательно. Вождь призвал россиян сплотиться и дать решительный отпор странам, которые поддались уговорам Запада и решились пойти против России. Россияне не стали долго думать над словами своего лидера и сплотились, что и было зафиксировано исследованием, проведенным полностью подконтрольным Кремлю Левада-центром. В сегодняшней путинской России главным врагом, безусловно, считают США. Так ответили 70% респондентов. К странам ЕС плохо относятся 62% россиян. Данные результаты ни у кого из международных экспертов не вызвали удивления. Однако есть важный момент. Оказывается, опрошенные так считают, потому что они уверены в плохом отношении к себе. Иначе говоря, мы их всех не любим, лишь потому что они не любят нас. Понять россиян можно. Турция член НАТО сбивает российский истребитель, Америка продолжает разворачивать систему ПРО на границах, да еще и самые масштабные за последние несколько десятилетий учения устраивает в Восточной Европе. За американские корабли, бороздящие Черное море, вообще можно не говорить. А тут еще санкции. За что? За Крым, который всегда был русский? За Донбасс? Да глупости все это! Запад нас не любит, потому что мы русские! Вообще, в речах российского президента виноват не только пресловутый Запад. Уже неприкрытым текстом звучат слова о врагах внутренних, о всяких либералах и тому подобное пятой колонии. При этом каждому россиянину становится понятно, враги внутренние опаснее внешних. Поэтому что? Интернет под контроль, больше двух не собираться, Путин спаситель нации и вообще враг не дремлет. Получается, что Россия действительно окружена врагами, которые ждут, не дождутся, когда она развалится. А может Россия и не может жить без врагов? Оказывается, не может. Наличие у границ вражеских полчищ стало своеобразной традицией для России. И в этом российская власть удивительно последовательна. История создания образа коварного врага, который выжидает удобный момент, чтобы напасть, уходит корнями в глубокое прошлое. А сегодня присутствие врага уже стало обязательным атрибутом для России. При этом конструирование пресловутого образа врага в политике России делается настолько фанатично, что российские ученые стали рассматривать присутствие врага как ментальную черту российского народа. Фактически, россиянину показывают, кого ненавидеть, и тогда его жизнь обретает настоящий смысл. Политические и интеллектуальные элиты России используют образ врага как ресурс внешней и внутренней политики, а также средства политической консолидации нации на негативной основе, говорит профессор Санкт-Петербургского государственного университета Ачкасов. Формирование образа врага стало элементом ментальности российского народа, уверена доцент Южного федерального университета Гладкая. В последние годы в России вновь актуализируется поиск внутренних и внешних врагов. При этом российский народ имеет значительный исторический опыт от негативной мобилизации и самоидентификации, считает профессор российского университета имени Менделеева Козырев. Информационная кампания с условным названием «Бойся, кругом враги» стала полноценным элементом государственной идеологии современной России. Радует то, что увлекающийся российский люд рано или поздно понимает, царь не настоящий, и тогда бунт бессмысленный и беспощадный. Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся убедительными. Ведь это ваше право думать. Ну, вы знаете, разве что такое лаверды. Вот опросы Левада-центра, на мой взгляд, они довольно-таки релевантные. И когда они показывают, что Россия не считает врагами жителей других государств, это просто всего лишь последствия той пропаганды, которую российский телевизор, российского же обывателя последние два года накачивает. Знаешь, что в твоих лаверды самое важное? То, что большую часть из них, кроме тебя, все равно никто не понимает. Поэтому воспринимается как красивое звучание. Я вам после эфира объясню значение слов здравый смысл, друзья. Принимать Украину в свои ряды НАТО не собирается, но деньгами и специалистами будет помогать. Такой вывод можно сделать из последних новостей. Альянс одобрил пакет помощи Украине по словам Генсека, НАТО и Енса Столтенберга. Пакет включает консультации и помощь в реорганизации армии. Но отдельную помощь, кстати, для Украины выделит Пентагон. Сенат Соединенных Штатов принял военный бюджет. 250 миллионов долларов туда Украине заложено. И еще 250 миллионов Украина получит, если будет эффективно проводить реформы. Но, кроме того, даже, знаете, курочка по зернышку, Португалия 200 тысяч евро даст украинскому Минобороны на техническое переоснащение армии. Ну, в общем, вот такие вот сводки с краудфандинговых платформ. То есть, как Украина на своё оборонное я вам сейчас, друзья, расскажу еще одну из, ну, очень важную новину, абсолютно людской умовой. Незважаючи на перемирь, я с початку року в зоні АТО загинула 623 військовослужбовця Збройных сил Украины. Саме про это рассказывает министр обороны Степан Полтарак. Новину передает информационное агентство Интерфакс Украина. Він додав, цитую, що ось таке справжнє обличчя російської політики у відношенні мирного урегулювання конфлікту на Донбасі. А ось Олександр Турчинов, секретар РНБО, також додав, що на Донбасі знаходиться більше 40 тисяч бойовиків, які готові воювати з Україною. 35 тисяч з них – це представники місцевого населення, найманці з Росії, а ось 9 тисяч – це якраз кадри російські військові. Він також дав, що в них на озброєнні знаходиться 800 реактивних систем, 900 одиниць з броньованою технікою і техніки, і таке інше. А слідуюча новость, вона як відповідь на спекуляції. Українські воєнні ведуть огонь по боєвикам, але тільки в відповідь, тільки захищаються. Тому що відкривати свій, стріляти першими – їм запрещено, але, коли є угроза для життя і здоров'я українських воєннослужащих, відстрілюватися їм можна. Собственно, що і відбувається. Тому не вірте, коли кажуть, що там хлопці стоять, гибнуть безответно і молча. Ага, все, я, 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 я хочу. Я! Послухайте, хотіли також показати сюжет про Михайло Саакашвілі, грузинський реформатор, полум'яний борець якраз із корупцією, вискучий оратор і улюбленець публіки. Насправді, він найвідоміший, напевно, український грузин. Чи надовго він залишиться в Україні і чи наважиться таки дійсно на власну гру в українській політиці? От про це наш сюжет. Ми пропонуємо вам його подивитися. Михайло Саакашвілі, без сумніву, один з найяскравіших політиків сучасної України. За рік на посаді губернатора він не раз дозволяв собі гучні політичні заяви і звинувачення, які виходили далеко за рамки компетенції голови Одеської обласної адміністрації. Я не собираюся якось праворушені адміністрація, який всі країни знає, що в Лукові, який всі знає, як в нас не справа знає. Конфлікт з Яценюкон, протистояння за Ваковим, полум'яні промови проти олігархів і навіть критика оточення Порошенка. Але чому президент ніяк не реагує на таку не зовсім губернаторську поведінку? Президент, це чітко видно, він уникає публічний конфлікт з Саакашвілі. Бо якщо ще і Порошенка посвариться, тоді зрозумів, що всі гармати Саакашвілі направлять в бік діючого президента. За словами експертів, публічні війни Саакашвілі в багатьох випадках були вигідні Петру Порошенку, якому було не з руки самому атакувати своїх політичних конкурентів і тим самим розвалювати коаліцію. Особиста політична війна Саакашвілі, наприклад, з Коломойським, коли вона починалася, в принципі, вона певною мірою на той момент відповідала інтересам президента. Треба було боротися з впливом одного з українських олігархів. Коли почалася війна Саакашвілі з Іценюком, частково це відповідало інтересам президента, тому що Іценюк був одним з конкурентів. Говорили, що після відставки Яценюка його крісло зможе обійняти саме Саакашвілі. Але цього не сталося і не станеться з нинішнім складом парламенту, вважає політолог Тарас Березовець. Ні БПП, ні Народний фронт, дві основні фракції коаліції, звичайно, що голосів за Саакашвілі не віддадуть, в тому числі тому, що вони вважають його своїм прямим політичним конкурентом. Водночас експерти вважають, Саакашвілі вже засидівся на посаді губернатора Одещини. Якщо кар'єрного росту не буде, чи захоче Міхо надовго залишатися в українській політиці? Саакашвілі зараз зупинився в дуже суперечливій ситуації. Що далі? Куди рухатись далі? Бути далі губернатором Одеси, Одеської області, знаєте, королівство маловато. Останнім часом Саакашвілі не раз заявляв, що збирається повернутися до Грузії. Восени там будуть парламентські вибори, де братиме участь його грузинська партія «Єдиний національний рух». Я знайду можливість включитися у вибори. І я впевнений, що після них відразу ж повернуся до Грузії. Щоправда, на повну силу допомогти у виборчій кампанії харизматичний Саакашвілі не зможе. Бо як тільки він прилетить до Тбілісі, його з аеропорту відразу повезуть в грузинську тюрму. Жодних перспектив сьогоднім повернений Саакашвілі в Грузії немає. З тої простої причини, що його вже офіційно позбавлено грузинського громадянства. У нього немає. Було відповідне рішення, значить йому там інкримінувалися кримінальні справи. Проте пасивно чекати шансу для повернення в Грузію Саакашвілі не буде. Крісло губернатора для нього лише перша сходинка на шляху до влади в Україні. Експерти вважають, що амбіційний Міхо намагатиметься стати прем'єр-міністром України. В Саакашвілі є амбіцією. І якщо вже переходити з однієї посади на іншу, то краще вже переходити на прем'єр-міністра. Щоб стати другою людиною в державі, Саакашвілі та його команда створюють власну політичну силу. Але є нюанс. За законом сам Саакашвілі не має права балотуватись до парламенту через відсутність п'ятирічного стажу українського громадянства. Тому в майбутній партії експерти відводять Міхо спеціальну роль. Саакашвілі буде виступати в ролі такого політичного локомотива, який буде задавати тон. Він буде містком для молодих політиків в Україні. Якщо таки будуть позачергові вибори до парламенту, партія Саакашвілі може утворити впливову фракцію. Тільки так Саакашвілі зможе отримати прем'єрство. Тому за нинішніх умов, коли можливість дочасних виборів у Верховну Раду цього року дуже низька, Саакашвілі нічого не залишається, як далі бути губернатором Одещини. Ладно, боксній з той політикою, друзі. Друзі, футбол. Сьогодні, сьогодні наша сборна іграє со сборной Северної Ірландії. Це такі, знаєте, жісткі хлопці. І футбол у них силовий, і хорошо вони їм владеюють. В общем, наш колега, ведуючий факт із спорту, Андрій Ковальський, успєл пообщаться і з украінськими, і з польськими боєвої, польськими, северної ірландськими болельщиками. І для вас його сюжет. У величезній фан-зоні багато місця, її вистачає місця для всіх. Тут найбалкіші прихильники збірної Ірландії, які підтримують свою команду. Зараз пролумає пісня ексклюзивно. Ось так, бажка зноша збірна України. Ось так виглядає справжня підтримка. Тут у фан-зоні Парижа центральна фан-зона, величезна фан-зона. Дякую, хлопці! Україна! 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 Стадіон Хорхе-Каркасон у передмісті Марселя, у містечку Ексен-Прованс. Це офіційна тренувальна база збірної України на час євро. Тут останнє тренування нашої команди перед виїздом у Ліон на матч проти Північної Ірландії. Тренування закрите, фанатів не пускають, але фанати все одно чекають свою команду тут, біля входу на цей стадіон. Що, вас пускають? Поїдете, побачите нашу збірну чи ні? Обов'язково ми свого доб'ємось. Житомир приїхав вболівати за нашу збірну. Ми віримо в нашу збірну. Україна в поладусі! Друзі, Данилка виграл суд. Да, артист отсудила у компанії, которая разместила незаконно его изображение на етикетке кваса «Деньги». Ну то есть вначале-то изначально суд сказал, что да, прав Данилка, потом отправили это все на апелляцию по требованию компании, но в итоге снова победа артиста. Подробности сейчас для вас от юриста-артиста. О, юриста-артиста. Клієнт решением суду задоволен. На его переконание найважливейшим є той факт, что вдалося в установленном законном порядке через суд довести сам факт выготовления контрфактного продукта, то есть продукта, который выготовлено с порушением авторского права Андрея Михайловича Данилка. Это не главное. Материальная складыва, она также важна, тем больше взгляда на значительные обсяги реализации контрфактного продукта. Минулого тижня рассказали про то, что суд должен заняться этим вопросом. Да, и то, что наддаст на благотворительность деньги, которые выиграют. Посмотрим, кому достанутся. Ладно, еще про звезды. Знаете, иногда богатые знаменитые чудят, выходят на сцену без белья. Всякое случается. Ну, давайте так. Посмотрели сами, поймете. У Корольово і Тарзана вимагають 50 тисяч євро за домашнє порно. Наталя Корольова зізналася, що за домашні секс-фото, викрадені з телефону її чоловіка, у неї вимагають аж 50 тисяч євро. Те, що за телефоном Сергія спеціально полювали, це явно. Ми зрозуміли, це коли пропав телефон, а гаманец грошима залишився. Імовірно, викрадачі зрозуміли, що у такого видно. Хлопця явно знайдуть в телефоні, щось цікаве. Вони просто не очікували, що їм буде настільки цікаво. Щось нам здається, там ніяких викрадачів і не було. Адже усього кілька років тому Корольова сама виклала у мережу інтимні фото. І ніскільки цього не соромилася. Тож, напевно, це зайвий привід потрапити на перші шпальти жовтої преси. Донька Джонні Деппа прийшла на випускний без білизни. Ліллі Роуз добряче повеселилася на шкільній вечірці. 17-річна актриса і модель здивувала шанувальників вибором вбрання. Дочка Джонні Деппа Іванеси Параді прийшла на шкільний випускний у дуже сміливій сукні без білизни. Ви скажете, куди дивився татусь? Татусь у її роки вже такого накоїв, що доньці навіть і не снилося. Ну, ви пам'ятаєте. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Хоча активний парубок устигав ще й у кіно зніматися. Тож, ми думаємо, Депп своє чадо ніскільки не осудив. Навпаки, похвалив за таку сміливість. Лазарєв упав в оркестрову яму. Днями російський співак Сергій Лазарєв налякав глядачів падінням в оркестрову яму. Він неочікувано звалився туди просто під час концерту. Дивіться, як це було. Обожнює оркестрові ями в залах. Та коли це було перешкодою на шляху до улюбленого глядача? Підписав це відео співак. Не схоже, що це була частина шоу. Здається, Лазарєв ще й досі не прийшов до тями після поразки на Євробаченні. Нічого, Сережа. Все ще попереду. Он, Діма Білан, двічі їздив і таки переміг. Можливо, і у тебе наступного року вийде. Якщо Росія не прийшла на Євробачення, шнура, звісно. Друзі, ви, напевно, знаєте, тут таблоїд розривається. Мовляв, режисер Федір Бондарчук покинув дружину, і це й після 25 років в шлюбу. І пішов, мовляв, до молоденької актриси. Чи правда це? І що стало дійсно причиною розлучення? Дивіться в нашому сюжеті. Ми віримо, що, знаєте, так, весь мір, жінський мір, весьма легко. З будь-якої візді. Це какая-то сумасшедшая вспішка любви, ну, таке, да, увлечение, которое привело к помутнению. Ось, затікаво, це був анонс, а сюжет буде дуже-дуже скоро. Да, друзі, а прямо сейчас хочу вам показати Вениамина Вигерчука. Несмотря на то, что он живет теперь прямо в офісі, но делиться он с людьми по-прежнему новостями. Не викинеш із себе телевізйонщика. Смотрите. Добре утро! К спикеру, выключил микрофон и стал его толкать. После этого в зале началась потасовка. Садовой постоянно врет, выкручивается, как хамелеон. Когда он врал, когда говорил правду, уже непонятно. Сказали, а... Судя по видео, понятно, что Парасику не понравились слова против Садового. Вот жалко не слышно, с какими словами он полез в драку. Хотя, может быть, он сказал, да я за Садового! Майоргану выкидю! Помоги мне! Велика поселения решаю! Хотя вряд ли. Наверное, все было так. Буду бить аккуратно, но сильно. Или, может быть... Говорят, царь! Не настоящий! Танцуют все! Я тоже... Я тоже... Продолжаем. О, а вот это хорошая новость. Порошенко убедит Францию сохранить санкции против России. Эксперты заявляют, что у Порошенко достаточно сил для того, чтобы убедить французского президента, не отступить перед российским агрессором. На практике это выглядит как-то так. Вот здесь написано, что Европа понимает, какие плачевные последствия она получит, если России дать хоть немного свободы. А вот здесь я не согласен. Я бы России дал свободу. Причем всю. Тягнебока, Фарион, Мирошниченко. Пусть развалят Россию изнутри, так сказать. Ох, ничего себе. Допрос членов Центральной избирательной комиссии длился по два часа. Главу комиссии и его заместителей допрашивали как свидетелей в деле так называемой черной бухгалтерии партии регионов. Допросы длились по два часа. Вот даже не буду долго останавливаться на этой новости. Наверное, никак не могли вспомнить, кто сколько и когда у кого брал. Тут прям как фильм. Из черной кассы вы брали? Из кассы? Янукович брал, Захарченко брал, Азаров брал. Я не брал. Это было, это... А, все. Самые интересные новости закончились. С вами был Вениамин Вигерчук. Веня, привет. Я компьютер не встык и дремонтовал. Да ничего, я уже отработал. Все равно не лабочный. Друзья, наша программа вернется к вам сразу после выпуска программы «Факты». Друзья, спасибо. Спасибо за то, что смотрите «Утро в большом городе». У нас для вас много интересных новостей, которые уже обсуждаются в сети, и мы хотим обсудить с вами. Смотрите, продолжается скандал вокруг российских «Ультрас». В больнице умер английский болельщик, который был избит. Покидает большую часть официальной делегации Францию за свой счет. Причем 10 хулиганов остаются под арестом и рассматривается вопрос, что возможно и покинут и сами футболисты Францию. Так что давайте так, посмотрите сюжет, больше будете знать про ситуацию. Россия и «Ультрас» не место на Евро-2016. УЕФА дисквалифицировала российскую сборную с чемпионата Европы за беспредел болельщиков. Пока что условно. Первая драка российских фанов с английскими произошла в Марселе в прошлую субботу. Российские болельщики дрались с англичанами и до, и после матча. После этого власти Франции решили депортировать из страны официальную группу российских болельщиков. Второе же столкновение между фанатами произошло в Лиле возле бара, где россияне активно провоцировали англичан. В ответ полетели стулья. Двух российских фанатов арестовали. Россияне наломали много дров, поэтому неудивительно, что министр спорта Франции Патрик Каннер заявил в Твиттер о том, что рад, что российскую сборную по футболу могут дисквалифицировать на Евро-2016. В том случае, если на стадионах будут происходить инциденты с участием россиян, то их команду дисквалифицируют. И я доволен. Это лучшая мера борьбы с болельщиками, которые устраивают беспорядки. Те, кто свозили во Францию российских ультраз своей цели добились. Они до предела напугали европейцев, но явно перестарались. Сборная России грозит дисквалификация. Сможет ли российская власть приструнить своих псов, чтобы не опозориться на всю планету? Или хулиганы, которых пропаганда годами накачивает ненавистью, снова не смогут сдержать агрессию и подведут российскую сборную? Потом скажу. Пресс-трастейки. Да, кошмар. В общем, смотрите. Реально на волосок от вылета российская сборная. Европейцы предупредили. Еще одна драка. Еще один залет, бойцы. И все. Домой. Мы решили обсудить, что действительно может реально случиться с человеком, который точно имеет свою авторитетную точку зрения. Итак, спортивный обозреватель Валентин Щербачев в нашей студии. Пойдемте. Доброго ранку, пане Валентине. Доброго ранку. Дякую за витало. Вітаємо вас. О, чекаємо ваших компетентных коментарів, тому що намагаємося разобратися. Вот скажите, будь ласка, дивіться, у фанатів российской сбірной якраз під час гри зі словаками напевно ж таки був шанс проявити себе ну такими хорошими вихованими такими пайніками. Як вам здається, вдалося им все? Все ж таки тримали себе в руках. Ну, фаер запалили. Ну, така, я б сказав, це уже жарт, але вони лояльно ставляться до Словак. Ви знаєте, що Словаччина іноді підтримує пана Путіна. Тут же, ви ж бачили, як змішали футбол і бої без справи. Я трошки теж займався цією справою. І я бачу, звернули увагу, мабуть, що і наші глядачі, як вони вміло відділяють одного найсильнішого, скажімо, болівальника і в трьох, чотирьох обробляють. Як професійно наносять удари, як вони одягнуті, я б сказав, однострої якісь. І це загін десь 150 людей, яких туди оформили, послали для того. які кимось контролюються? Звучайно. Ким? ФСБ. Ага. Тобто, це значально дресіроване животне, відправлене з однією цією? Без всяких, без жальні, їм до футболу, як то кажуть, до світильника, як то кажуть, але те, що вони роблять, вони роблять. І Путін тут випробував ще свій варіант, ну, Європа вже і так його боїться, і тут він ще, якщо не покарають, а не покарають. Ми можемо говорити що завгодно, єдина надія, що Уельс переможе або хоча б нічую зіграє з Росією, і вони поїдуть, команда поїде з чемпіонату. І більшість поїде таких от агресивних болівальників. Крім того, ні в чому невинного, чому я покажу про ФСБ, зараз висилають з Франції очільника цієї спільноти, фанів Росії. А він каже, я цих людей не знаю. І вони взагалі не входять до цієї спільноти. Але він голова, і поїхала голова. Ну, в принципі, два основних мнення, то, що одні требують, що і росіян нужно висловити, нужно дисквалифіцірувати зборну, а другая сторона мнення, це то, що на самом-то деле, дайте їм спокійно опозоритися. Вот наш Паша Казарин підтримується той же теорією, що якби не смогуть показати нормальний дальше футбол, і вот якщо вони остануться опозоритися на всю Європу, це буде лучший показатель. Паша Долюс протестує. Нет? Нет. Ну, десь така думка у нього є. І це, ви знаєте, це вийде, мабуть, що у росіян, тому що це гроші. УЄФА – це гаманець ФІФА, Всесвітній асоціації футбольній. І тому втрачати гроші, які росіяни везуть, які вони заплатили, які ще штрафи заплатять за те, що відбулося в першому матчі. Так що, тут один бік. Другий – це те, що Європа боїться все-таки. І, на жаль, Євросоюз не боється. От для дачі, взагалі, писали, мовляв про те, що для чого було залякувати європейців такими кривавими місцами, які вони влаштували одразу ж після першого ж матчу, можливо, там, хтось сказав, можливо, це якась помста за санкції і таке інше. А як ви вважаєте? Це не помста, це ще одне випробування довготерпіння Європейського Союзу і європейців, про яке вже говорять і Сполучені Штати, показується. Розумієте, тут так футбол замішали з політикою, дуже щільно. І Гітлеру, по-моєму, і Геббельсу такі пропагандистські кроки і не снилися. Це демонстрація сили отаких от, начебто, приїхали вболювати люди. Але подивіться, які бійці, підготовлені, як вони демонструють силу, грубу силу. Ну, така зараз Росія. Навіть це цікаво, ну, гаразд, це матчі триваються? Чи можемо очікувати ще якихось таких побольше, таких складних ситуацій? На яких матчах, можливо, можете спринучити? Я думаю, що Росія буде грати з Уельсом, і це буде майже аналогічно матчу з Сибірнармі. Це небезпека того, що може повторити Сибірнармі? Небезпека є. Ну, я думаю, ще, і це цілком логічно буде з боку французької поліції, з боку правоохоронних органів там забезпечити цей матч дуже сильними силами. Ну, і спецназ. Вести спецпризначенців туди. Я сам в Ліоні, коли був матч 1986 року, бачив, як діють спецпризначенці проти великої армії і вболівальників іспанських, які вболівали. За Динамо там мало вболівальників було, а от за Атлетіко Мадрид приїхало 15 тисяч іспанців. І спецназ виконав свою функцію і там ніяких інцидентів. Могли бути. Так і тут буде. Я думаю, що французи ще таки справляться в матчі Уельс проти Росії. Зрозуміло. Ну, в будь-якому випадку ми слідкуємо за головною футбольною подією. Валентин Щербачов, спортивний глядач, був гостем нашої студії. Дякую вам за... Дякую вам за увагу до такого видуя. Якоби все. Дякую вам. Ну, а сегодня ж наша депутати полетять. Слушайте, друзья, ну, если вдруг так случилось, что вы только сейчас едете во Францию и, например, на собственному автомобилі, собираясь смотреть матчі нашей сборной, имейте в виду, и если вы едете через Польшу, то знайте, что пограничный пункт пропуска Рава-Русская закрыт. Польские пограничники объявили запостовку, требують повышення зарплаты и говорят, что этот процесс могут поддержать польские пограничники и на других пропускных пунктах. Поэтому имейте в виду, если нужно из Европы езжать, например, через Словакию, ту самую, как раз, которая, сборная которой накануне победила российскую. Это похорошена вона, вона важлива. Я вам расскажу просто такую смешную дурість, но это треба называется знати и просто бачити. Невозможно не любить. Это такий собі новий интернет-мем, який підкорил абсолютно социальные мережи. Уряд Москвы зробил публикацию в Твиттере. И все б ничего, но на самом деле на этой фотографии была не Москва, а финское місто, Тампере. И первым помилку пометил муниципальный депутат Евген Будник. Он написал, цитую, ну мы догадывались, что мер не тот город любит, которым управляет. Теперь хоть знаем, какой. И после такого зауважені редактори Твиттера «Весник Москвы» намагалися выйти з такой незручной ситуації. Написали, мовля, ну це мы так хотіли вас перевірить, на уважність, наскільки ви знаєте своє місто, наскільки ви його любите. Ну просто це була, ну як сказати правильно, літературна помилка. Ну вот помилилися, трошки, щоб дуже-дуже літературно. Друзья, вы смотрите, что тут в интернете пишут. Соцсети выигрывают у телевизора. А, в принципе, вот оно и подтверждение. Телевизор остаётся в прошлом. Такі данные исследований інститута по изучению журналистики «Ретерс», которые проводили в 26 странах Европы, Азії і Америки. Наиболее важную роль в распространении новостей теперь играет Фейсбук. Его использують 44% респондентов, 19% указали на Ютюб, 10% получают новости з Твиттер. Соціальні сети обогнали телевидение впервые в качестве основного источника новостей для групи в возрасте от 18 до 24 лет. А мы объедналы. На телебаченні формат соціальних угорнень, соціальних мереж. Ідеально. Це просто яблочко. Подстраиваемся под нюансы нового времени. Так. Друзья, вы знаете, на самом деле, время действительно диктует технологические прорывы сегодня, чтобы быть супергероем, уже не обязательно, чтобы вас, например, кусал радиоактивный паук. Нет? Да, вам, в принципе, вполне могут помочь два пылесоса, как это, например, произошло с профессиональным скалолазом Sierra и Blair Coil. При помощи двух пылесосов весом в 70 килограмм за полчаса она взобралась на 33-этажное здание в Южной Корее, причем с одной только остановкой для того, чтобы перезарядить пылесосы. Да, вот точно такая вот себе, ну, это действительно, это практически человек-паук, друзья. Но у меня только просьба ко всем, не повторяйте это дома, не пытайтесь при помощи бабушкиной ракеты взобраться на третий этаж к бабушке на чердак. кажется, я завжди говорю, никуда такого не любить. Бабушкина ракета меня научила хорошему. И я тоже, друзья, предупреждаю, оставьте профессионалом профессионалова, а просто наблюдайте за тем, какими семимильными шагами прогресс шагает по нашей с вами планете. Это же отличная новость, друзья. Друзья, интересное не заканчивается. Впереди много всего. Ее тело изуродовали, заставили сражаться за жизнь в пустыне среди диких зверей, но женщина выжила вопреки всему. В 17 лет стала лицом дома Шанель. Как варис деревья превратилась из напуганной самолейки в звезду европейских подиумов. Смотрите скоро, в утре в большом городе. Ну, а прямо зараз реклама, потом будут факты, а потом рано к волокому месте. Дочекайтесь. Спасибо большое, факты. Прежде чем мы вам расскажем про дом Диор, мы вам расскажем несколько другую историю про другой дом. Про дом аристократии, монаршей, дом Англии. Итак, принц Вильям попал в гей-журнал. Но никаких скандалов, никаких там сенсационных открытий. Все дело в том, что таким способом принц решил поддержать гей-сообщество после страшных событий, которые были в Орланды, где расстреляли 50 человек в ночном клубе. Он пригласил для интервью представителей гей-журнала, пообщался с ними, и в итоге была сделана фотосессия, итог, который и оказался на обложке. Слова, которые произнес принц, не миритесь с этим, гордитесь тем, кем вы являетесь, никто не должен становиться объектом травли из-за своей сексуальной ориентации. Ну, видимо, мы только что получили ответ, почему реально практически вся Англия считает его прекрасным будущим королем. Он умеет слушать своих подданных и не только своих подданных. А вот жену принца Вильяма, Кейт Миддлтон, тоже любят, но, наверное, в большей степени пока что просто так. Но она же милаха. У нее фанаты по всему миру. Некоторые в своей любви заходят очень далеко. Например, 21-летняя Аманда Белл из Лос-Анджелеса просто в чистую копирует стиль герцогини. Тратит на это немалые суммы. Потратила в прошлом году больше 3000 долларов для того, чтобы купить несколько платьиц, как у Кейт. Ей не хватает самой малости принца Вильяма для того, чтобы полностью походить на своего кумира. Это дороже обойдется. А привезите мне принца Вильяма. Мэм, это минимум 60 миллионов и то, если нас всех не пристрелят при попытке. Знаете, хлопці, у меня на самом деле також есть еще одна вражающая история. Появите себе, у 5 лет ей понибачили тіло, у 13 лет видали замуж за дюдугана, а в 17 вона втерла носа всем своим недругам и стала обличчем дому Шанель. Как Варис Делье перетворилася с наляканою сомалейки в справжнюю суперзерку. До вашей уваги історія. У 5 лет ей по-звірячему обрезали статеві органи и вона вижила. У 13 силометь мало не видали замуж и вона втекла. Вона месяц блокала жорстокою пустелею серед диких звірів и вона врятувалася. Варис Делье фотомодель, письменница и громадский дияч из Сомали прийшла через пекло і не просто вижила, а вийшла переможецею. Вона одна з найуспішніших та високооплачуваних моделей в історії фешн-індустрії. Її тіло приваблювало мільйони, а обличчя прикрашало мали не всі світові видання. Однак сама вона не могла без огиди дивитися на себе у дзеркало і відштовхувала усіх чоловіків. Зовсім дитиною Варис піддала тортурам власна мати. Дівчинці тоді було лише п'ять. Саме у цьому віці у деяких народів Африки над дівчатками здійснювали звірячий просто дикунський обряд, від якого холоне кров. В антисанітарних умовах часто і ржавим лезом. Усім дівчаткам робили обрізання статевих органів. Не всі діти пережили цей обряд. Хтось помирав одразу від втрати крові чи больового шоку. Інші згодом від зараження крові. Ті, що виживав, назавжди ставали неспроможними вести нормальне статеве життя, а природні потреби приносили їм нестерпний біль. Так, по-звірячому дівчат готували до шлюбу. За їх віруванням благочистива жінка не повинна відчувати похоті чи отримувати задоволення від сексу, на місці статевих органів утворювався потворний шрам, який лише у першу шлюбну ніч розрізав новоспечений чоловік. Бідна Варіс ледве пережила обряд та не встигла оговтатись, як її. У 13 років вирішили силом міць видати заміж за дідугана. І якщо у 5 років дівчинка не могла протистояти системі, то з цією традицією миритися не збиралася. Зрідної домівки. Довгі тижні вона блукає пустелою в пошуках міста, де живе її сестра. Вона двічі рятувалась від зґвалтування кочівниками, мало не загинула у пащі Лева, знемагала від голоду та спраги. Та все ж, якимось дивом, дійшла до будинку сестри. Сестра й допомогла Варіс втекти у Лондон. Роздобула для неї фальшиві документи і відправила у нове життя. Однак, тікаючи від однієї пастки, дівчина потрапила у іншу, європейську. Аби Варіс не депортували назад у Сомалі, ще будучи підлітком, дівчина наважилась на фіктивний шлюб зі схибленим на ній англійцем. Знала б, в яке пекло потрапить, можливо, Варіс обрала б дике Сомалі. Вічливий лондонець, тиран у родині, у будь-якому спілкуванні з людьми він бачив зраду, за яку карав жорстокими побоями. Якось у кафе молоду екзотичну Варіс помітив відомий фотограф Ферчайлд і запропонував Дірія фотосесію. Чоловік Варіс дізнався про це, жорстоко побив та замкнув дружину вдома, погрожуючи вбити, якщо вона погодиться на зйомки. Цього разу дівчина не витримала і втекла від тирана. Вже через два місяці Варіс Дірія підпише свій перший контракт з модельним агентством Кроуфорда. Фіктивний чоловік повсюди переслідував Дірія, погрожував депортацією у разі розлучення. Однак модельне агентство вже зробили для Варіс справжні документи. Шлюб було анульовано. Тепер вона англійка і нарешті вільна. Вона купалася у грошах та славі. Її любили, нею захоплювалися. Здавалося б, ось воно щастя та Дірія все одно відчувала себе нещасною. Жахливе фізичне каліцтво та психологічна травма дитинства залишалася її клеймом. Супермодель була впевнена, жодному нормальному чоловікові вона не до жінка, не потрібна. Можливо, я би пробачила те, що зі мною зробили, якби знайшла переконливе виправдання. Мені було так необхідно розповісти хоч комусь про свою таємницю, адже вона все життя точила мене зсередини. Якось, перебуваючи у жахливій депресії, Варіс зайшла у бар, де грала джазова музика. Там вона зустріла барабанщика на ім'я Дейн, котрий став для Варіс першим та єдиним коханням. Він дав дівчині більше, аніж усі гонорари та слава. Він вселив дір'є впевненість у собі. Вона потрібна йому будь-якою. Заради коханого Варіс переступила через свої дитячі страхи. Вона пройшла болісну операцію з відновлення статевих органів та наважилася на весь світ розказати свою історію. Зараз Варіс успішний письменник, почесний посол ООН і борець за права жінок Африки. Її доля лягла в основу фільму «Квітка пустелі» і надихнула мільйони жінок. Завдяки її мужності звірячий обряд зоборонили у більшості країн Африки. Я молюся за те, що прийшов той день, коли жодній жінці більше не доведеться відчути на собі цей біль. І я не пошкодую сил заради того, аби такий день настав. Ой, жах, який треба прийти до тями. Кави, а, тебе є? Ладно, давайте я вас порозвлекаю збити ситуацію. Друзі, Волочкова Волочкова продовжує радувати мир, потому що її шпагат не знає смыслу і не знає границ. На цей раз шпагатом накрыла город Орск. Саме інтересне, що хоч негативних комментариев хватає, але, тем не мене, тисячі лайков собирають вот ці специфічні картинки. Можливо, так вот надо делать? Я не знаю, я теж, наприклад, мрююся на такі шпагати. А я вам така шпагатомання мене не зачепить, я не буду вставляти такі фотографії. У мене є дома шпагат, я його принесу в студію, завтра в ефірі сядеш на нього, не переживай. креативний, оригінальний, Павло, гаразд, не си. Я тільки що діагноз придумав нисхождення шпагата, ладно. Ізвестний російський композитор Ілья Резник погряз в долгах. Вот такі новости встречаються в соцсетях, несмотря на то, що він автор многих хитів, Аллі Пугачєві, Киркорова, Лайму Вайкуле. Вот фиг, ти за це судить надо за хиты Киркорова. Ладно, ему пришлось брать кредит в банке на 2,5 млн. для проведення фестиваля «Маленькая страна». Он не смог отдать этот долг. Теперь банк требует уже 3 млн. рублей возврата. Таких денег у композитора нет, а звездные друзья не спешат помогать. Ну, возможно, у них тоже денег нет. Сколько можно заработать песнями Филиппа Киркорова? Але школа в грозе треба розуміти, какая на тебе відповідальність? Ну, гаразд. Думаю, що все завершится добре. Слушайте, 3 млн. рублей. Я пытаюсь посчитать, сколько это буде. Это ведь на самом деле не такие уж и большие деньги, друзья. Хочешь одолжить? Ему? Да. Я думаю, что он найдет 40 тыс. долларов и без моей помощи, друзья. А я, на самом деле, озабочен совершенно другими вопросами. А вы знаете, что, когда вы совершаете разнообразные покупки, вы можете не только тратить деньги, но и зарабатывать деньги? Надо просто знать несколько небольших хитростей. И все эти хитрости в одном сюжете собрали наши коллеги. Давайте посмотрим. Возможно, это прозвучит неожиданно, но на тратах можно зарабатывать. Достаточно оплачивать свои ежедневные покупки в магазинах, ресторанах и аптеках не наличными деньгами, а банковской картой. У безналичных расчетов есть множество преимуществ. Вот лишь некоторые из них. Первое. Вам не нужно носить с собой крупную сумму денег и переживать за их сохранность. Ведь в случае утери карточки ее можно просто заблокировать. Второе. Оплачивать многие покупки можно не выходя из дома или офиса. Третье. За каждую покупку вам будут начисляться приятные бонусы. Большинство украинских банков предлагают клиентам программы лояльности. Они бывают нескольких типов. Первое. Возврат части потраченных средств на карту клиента. Второе. Скидки и подарки от партнеров банка. Третье. Возможность обменять накопленные бонусы на различные услуги. Наличие таких программ лояльности это не только жест благодарности со стороны банка в сторону клиента, а также такое очень важное социально-экономическое явление. Клиент для того, чтобы получить баллы накопленные, что должен делать? Прежде всего, должен своей карточкой рассчитываться в торговых сетях, вот где угодно, на заправках, в интернете. Все больше и больше средств, и больше расчетов происходит не в тени, официально. И эти деньги живут в экономике. Алексей пользуется бонусной программой одного из украинских банков уже полгода. За это время он успел слетать в Грузию. На билеты не потратил ни копейки. Я делал обыкновенные свои оплаты ежедневные в ресторанах, в супермаркетах, в аптеке, на АЗС и так далее, накапливал бонусы и за эти деньги реально полетел в Грузию. Не бойтесь современных технологий. Оплачивайте покупки не наличными деньгами, а платежными картами. И вы убедитесь, получать бонусы от банка не только выгодно, но и очень приятно. Я не знаю, читали ли вы, я вот читаю, Поросюка избили в Раде. Во время выступления депутата от оппозиционного блока, который критиковал мэра Львова Андрея Садового и его партию «Самопомощь», Поросюк подбежал к коллеге и начал пытаться ему мешать выступать. Подбежало несколько депутатов от оппозиционного блока и началась потасовка. Вы видите в кадрах, что там происходило, начало происходящего. И в итоге спас Поросюка, когда Заваруха начало становиться более активной и уже нардеп Юрий Береза, который сумел отвезти его в сторону. Ну, потом, до речи, Поросюк что-то написал в соцмережах, мовляв там землянская аграция. Как бы странно это не было, вопреки тому видео, что на ваших экранах только что было, он написал для прессы «Меня никто не избил, чувствую себя очень хорошо, все органы целые и невредимые». Вы знаете, друзья, на самом-то деле политика это не цирк, если даже вам порой так кажется. Политика это способ менять страну к лучшему. И сейчас у Украины последний шанс все сделать правильно. А об этом на секундочку заявил вице-президент США Джо Байден украинскому премьеру Владимиру Гройсману, который прибывает в Вашингтоне с официальным визитом. Вице-президент США одобрил те реформы, которые проходят в стране, но заявил, что Украине еще нужно сделать большую домашнюю работу для достижения результата. Но кроме того, вице-президент США пообещал, что Украине выделят 220 миллионов долларов на проведение реформ. Это на таможенную реформу и создание нового центра таможенного контроля, а также предоставление юридической и инфраструктурной поддержки. Друзья, но вы знаете, вот иногда из заявлений западных политиков, союзников Украины, которые они делают, комментируя украинские реформы, можно на самом деле поднять, ну, знаете, то, что называют считаем между строками. Друзья, еще больше интересного, важного, актуального сразу после рекламы. Когда рано, когда в городе повернется. Ну что, друзья, а вы знаете, утром в большом городе все продолжается и продолжается, и есть вещи, которые я готов вам уже рассказать. Для начала, смотрите, у меня здесь специальный подбор фактов, которые вы еще не знаете. Например, Нес Кафе Классик благодаря тщательному отбору кофейных ягод заряжает на свежее начало яркого дня. Этого вы не знали, я уверен. Ну, и следующая информация, которую я тоже хотел бы с вами поделиться, сейчас найду себе какую-нибудь поинтереснее. Вот, мерзкая фотография, но новость забавная. Скандальный Алексей Панин опубликовал интимные фото с бывшей женой. Ну, помните этого актера-больнушечку? Ну, как актера? Девушка хорошая, а вот это вот чудовище с кадра можно было бы и вырезать куда-нибудь. Ну, согласитесь, это ужасно. Сделал он это не просто так. Этот перформанс, он объяснил тем, что так я отвечаю людям, которые обвиняют меня в аморальности. Сравнился себя с Джоном Ленноном, жену с Йокоона. Говорит, им тоже можно было, у них был ребенок. В общем, занимайтесь сексом, счастья вам. Я не знаю. поревнялся бы с Джоном Ленноном. давайте так. Ну, человек, который сможет заниматься сексом после фотографий Панина, человек с очень сильным половым влечением. Так, есть, 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 Федор Бондарчук. Ну, как у меня, он есть сам у себя, а еще у него есть жена и любовница. И этот мастер интересных ситуаций свел их одновременно в одном месте. Да, представьте себе. Итак, кинофестиваль, кинотавр. Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые вышли в свет как пара. Вот эти фотографии оттуда. Я не знаю, как отреагировала на все это дело бывшая уже супруга Бондарчука. Ну, с одной стороны, хочется пожелать людям радости, ну, и смотрятся они вроде бы счастливыми. Но все-таки, ну, что движет? Ну, так на правде Дисна. А еще просто шоу-бизнес накрило хвилою розлучень. И вот навіть уже така зеркова пара, яка прожила разом у шлюбе 25 лет, и, здавалось бы, такой очень мецной, очень любящей. Федор и Светлана Бондарчук разлучаются. Кажут, что причиной стала ося молоденькая девочка. Версий, что-таки, очень много. Мы вам сейчас предложим свои версии. Давайте поделимся. Розлучение, которое шокировало шоу-биз. Федор и Светлана Бондарчук решили разорвать шлюб. И это после 25 лет подружного життя. С кем зраджував дружиня російський режисер та что стало останньою краплею у их отношениях. Их вважали одниєю из наймецнейших пар. Они познайомились, когда Светлана была еще школяркой. Увесь тяжкий шлях до славы закохані пройшли разом. Федор став известным режиссером, а Светлана встигла побывать моделью, стать телеведущей та подарувати коханому двох дітей. Светлана всячески поддерживала его, не мешала его карьере, а наоборот, была такой некой музой. Я уверена, что Светлана Бондарчук была хорошей поддержкой во многих начинаниях Федора Бондарчука. Светлана по-видимому помогала ему и очень дополняла его, потому что у нее как раз было дальнее такое видение перспективы. Она женщина, которая видела на много шагов вперед. Что ж могло такого статися, что после 25 лет счастливого життя здавалось, что идеальная пара Светлана и Федер решат разлучиться? Мы, Федор и Светлана Бондарчук сообщаем, мы приняли решение развестись. За этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями. Так что действительно за этим решением нет никаких конфликтов, потому что пресса постоянно приписывала Федору интрижки и романы на стороне. А одного разу только уявить, его любитель Лика Стар сказала про зраду Светлане в вече. Мы не можем быть подругами Света. У меня с твоим мужем был роман. Твой сказочник все норовит их из дому вынести. Разгульный образ жизни, вот такая независимость, безответственность всего, что касается семейных каких-то вопросов. Увеливание вообще от самого понятия ответственность рано или поздно начала раздражать Светлану. Она устала жить вот в этих вот миражах. Она устала быть повыдарем у звезды. Настолько начал быть уверенным в себе, что ну уверен, что знаете так весь мир женский мир весьма легко с любой везде. Вот, потому что вот эта вот зона фантазирования, иллюзия, она увеличивается, она поднимается у него. Я могу все и всех. Останний роман с молоденькою акторкою Пауліною Андреєвою Федір зовсім не приховував. Він превселюдно захоплювався ей красою и талантом. она шикарная и все, меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила, сногсшибательная. Вау, это было сильное впечатление. Паулина появилась в жизни Федора Бондарчука как какой-то объект, который срочно нужно было завоевать. Это какая-то сумасшедшая вспышка любви, ну, такое, да, увлечение, которое привело к помутнению рассудка, когда человек может только чувствовать, находясь рядом со своей новой возлюбленностью, но думать и анализировать происходящее он не может. Ну, такое, да, кратковременное помутнение. У свитских колах почали поговорювати, что саме Паулина разбила счастливое подружжя. Але несподівано усе перевернулося с них на голову. Виявляється, сама Світлана сім років зраджувала Федору зі своїм стоматологом Омаром Газаевым. Федор Бондарчук і Світлана пережили вместе много невзгод. И этот человек долгие годы был хорошим другом, но чувства умерли. Тепер у каждого с подружжя окреме життя. А кілька днів тому Федір вперше вийшов на червону доріжку кінофестивалю за руку з Паулиною Андреєвою. Різниця у 22 роки зовсім не бентежить пару. Та чи довгим буде їх кохання? У Федора Бондарчука з Паулиною Андреєвою ну, скажем, зовсім никакая совместимость. Я могу спрогнозировать, що вона виберет более стабильного мужчину, скорее всего, из сферы политики или юриспруденции, но со временем, не сейчас. Тем не менее, поговорю, що зовсім скоро Бондарчук зробить пропозицію Андреєвій. Вони планують тихе весілля подалі від сторонніх очей. Хватит про звезд российских поговорим про звезд дальнего зарубежья. Мэг Райан, как выяснилось, абсолютно не знает меры в пластике. Правда, фотографии по видео показывают, что уж стоило бы отнять у нее шприц с ботоксом, спасибо большое, но нет, к сожалению. Недавно она появилась на красной дорожке и фаны ужаснулись. Видимо, актриса уже не просто убирает морщинки, а она просто занимается перемоделированием лица. Интернет-общественность быстро отреагировала и начала сравнивать актрису, которая была просто любимицей героини романтических фильмов с неким персонажем фильмов ужасов. Не все так плохо. Нормально она выглядит, я думаю, это какие-то перебильщения, знаешь, або поговорить. Ну, просто иногда удивляешься, ради чего, ведь, ну, мне кажется, что женщины часто забывают, что они и так прекрасны. надто просто. Вот, тут треба золотую всю зародину. Ну и что еще обсуждают в соцсети, это звезду сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Дженнифер, которая всегда отличалась точенной фигуркой, вдруг появились фотографии в сети, где у нее животик. И тут все такие на радостях. Боже, неужели наконец-то беременна? По-моему, просто выдохнула. Ну, я вам не буду показывать, что происходит со мной, если я выдохнула. Ку-у-у. Не, ну, насправді, я абсолютно не заздриваюсь таким світовым зіркам такого світового масштабу, тому що, ну, придавляються, ну, ледь не під мікроскоп до них. Знаете, насправді, от зірки себе дозволяють іноді абсолютно різні вихідки. І десь на концертах вони падають, і десь і без спідньої билизни виходять, одним словом, і шантажують їх. Потім дуже багато про кого йде мова, але дивіться на нашем сюжете. Іх родители возглавляють рейтинги самых красивых і сексуальних, а вони самі едва ли дотягивают до середнячков. А все потому, що цим звездним деткам не повезло с внешністю. Хотите увидеть більше? Ми покажем вам все. Знакомьтесь, це Елла, дочь голливудського красавчика Джона Траволты. Она похожа на отця, як две капли води. Широкий лоб, волевой подбородок, мощное тело. Но що для мужчины хорошо, девушку, мягко говоря, не красит. Впрочем, саму Еллу їе внешність нікапельки не смущает. Платье покороче, каблуки повыше і пухленькіе ножки звездной дочки готовы к светскому рауту. А це Ізабелла, дочь голливудських красавців Николь Китман і Тома Крузо. Правда, приемная. Многі недоброжелатели называли девушку гадким утенком, але она не смутилась. Неказиста внешність не помешала звездной дочке успешно сделать карьеру где бы вы думали в індустрии красоты. Сегодня Ізабелле 23, і она вполне успешний стилист. Не слишком роскошная внешность і у дочки легендарного режиссера Джорджа Лукаса. Зато она настоящий боец. Причем, в самом прямом смысле этого слова. Ви только посмотрите, как она дерется. Аманда – обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу і призер чемпіоната мира. І плевать, що не красавица. Як не странно, не можуть похвастаться эффектной внешністью і дочки Деми Мур і Брюса Уиллиса. Причем, все три. Інтересно, ну в кого пошли Румер, Скаут і Талула? Ведь явно же не в своих звездных родителей. Старшая дочь, тоже актриса Румер Уиллис, признается, ей с детства приходилось терпеть обидные шутки из-за своей внешности. Люди говорили, что я похожа на мальчика, называли картошкой, смеялись над тем, как я выгляжу і всегда сравнивали с мамой. В итоге девушка не выдержала конкуренції с матерью, решилась на пластику і стала настоящей красоткой. Да, иногда природа любит подшутить даже над звездными детками. А впрочем, не всем же быть неземными красавцами. Внимательно следите за звездными сенсациями. Дальше будет еще интереснее. Обещаем, мы покажем вам все. Бачите, як трапляються. Іноді зерків гадають так круто, що їм зазрить не лише вся планета, але й власні діти. Але ж головне це ось, душа твоя, твій характер. Прекрасна душа. Вони все прекрасно. Покажешь? Надо показывать все. Мы проанонсировали, что мы все пока. Ладно. Отвлечемся от нашей принцессы Юлии. Я вам расскажу про королевскую семью Великобритании. Итак, принц Вильям попал на обложку гей-журнала. Но никаких там скандальных разоблачений, ничего такого. Просто поддержка. После скандального и кошмарного расстрела в Орландо на встрече с журналистами гей-журнала пообщался Вильям с ними и говорит, ладно, давайте делать фотосессию. И в итоге результат этой фотосессии собственно и вышел на обложки. Но самое главное не фотография. Самое главное это слова поддержки. Никто не должен становиться объектом травли из-за своей сексуальной ориентации. Не миритесь с этим. Гордитесь тем, кем вы являетесь. Ну что? Вроде поводинка достойна по ваге и захвата. Хороший будущий король. Так. Когда-нибудь. Мы себе вырежем. Долгих лет королеве. А вот жена принца Вильяма, герцогиня Кейт Миддлтон, ее любят вот вообще просто так. Потому что она няшечка. 21-летняя американка тратит безумные деньги просто ради того, чтобы быть на нее хоть немного похожей. В прошлом году она потратила несколько тысяч, чтобы купить несколько платьиц, как у Кейт. Ну не знаю, может быть, есть более полезные варианты, на что потратить деньги. Ну не мне судить девочек. Для чего девчатам на что-то иншее вытрачать гроши? По-перше, как выяснилось правильно. И нижней и нижней и нижней одни словно суконь багато не бывает. Слушайте, хотите еще больше подбирок зерковых новин? Тоді наш сюжет до вашей уваги. Ось я тут. У Корольову и Тарзана вимагают 50 тысяч евро за домашнее порно. Наталья Корольова зізналася, що за домашні секс-фото, викрадені з телефону її чоловіка, у неї вимагають аж 50 тысяч евро. Те, що за телефоном Сергія спеціально полювали, це явно. Ми зрозуміли, це коли пропав телефон, а гаманец з грошима залишився. Імовірно, викрадачі зрозуміли, що у такого видного хлопця явно знайдуть в телефоні щось цікаве. Вони просто не очікували, що їм буде настільки цікаво. Щось нам здається, там ніяких викрадачів і не було. Адже усього кілька років тому Корольова сама виклала у мережу інтимні фото. І ніскільки цього не соромилася. Тож, напевно, це зайвий привід потрапити на перші шпальти жовтої преси. Донька Джоні Деппа прийшла на випускний без білизни. Ліллі Роуз добряче повеселилася на шкільній вечірці. 17-річна актриса і модель здивувала шанувальників вибором вбрання. Дочка Джоні Деппа Іванеси Параді прийшла на шкільний випускний у дуже сміливій сукні без білизни. Ви скажете, куди дивився татусь? Татусь у її роки вже такого накоїв, що доньці навіть і не снилося. Ну, ви пам'ятаєте, секс, наркотики, рок-н-ролл. Хоча активний парубок устигав ще й у кіно зніматися. Тож ми думаємо, Депп своє чадо ніскільки не осудив. Навпаки, похвалив за таку сміливість. Лазарів упав в оркестрову яму. Днями російський співак Сергій Лазарів налякав глядачів падінням в оркестрову яму. Він неочікувано звалився туди просто під час концерту. Дивіться, як це було. Обожнює оркестрові ями в залах. Та коли це було перешкодою на шляху до улюбленого глядача. Підписав це відео співак. Не схоже, що це була частина шоу. Здається, Лазарів ще й досі не прийшов до тями після поразки на Євробаченні. Нічого, Сережа, все ще попереду. Он, Діма Білан, двічі їздив і таки переміг. Можливо, і у тебе наступного року вийде, якщо Росія не прийшла на Євробачення шнура, звісно. Друзі, фонд Олени Пінчук «Антиснід» запускає новий проєкт, який називається «Від із окна». На благодійному «Кораж Базарі», який, до речі, будеться в Києві вже у ці вихідні 18-19 червня, на минулому заході якраз було презентовано футболки і сад задоволень, а ось чим будуть вражати цього разу. Все розпитаємо у директора фонду Ольгу Руднєву. Ось вона у нашій студії. Доброго ранку. Радую вас видеть. Спасибо за такой ранний визит. И вот первый вопрос у нас серьезний на самом-то деле. Вы не устаете удивлять новими проектами, новими идеями. Расскажите, каждый раз это все связано с какой-то сверхзадачей. Какая сверхзадача поставлена на этот раз? Ну, на самом деле, это даже не совсем наш проект. Это проект «Украинская биржа благотворительности». Задача починить детские сердца. Мы когда увидели статистику, что каждый год в Украине рождается 4,5 тысячи детей с пороком сердца. И 40% этих детей, то есть четверо из десяти, умрут до года, если им не сделать операцию. Операция в Украине бесплатна. Стоят денег импланты, которые ставят деткам в сердце. И у родителей просто нету этих денег. Это очень дорого. «Украинская биржа благотворительности» обратилась к нам с просьбой «Давайте соберем вместе денег. Нам нужно спасти 9 детей». Мы посмотрели на их фотографии, мы почитали их истории, мы поняли, что мы просто не можем оставаться в стороне. Мы сказали, «Да, конечно». Нам предложили продавать свои вещи. Мы девочки жадные очень. Мы свои вещи не продаем. Детяткам все потребно все еще в шафе. Мы просто уже раздали все детям детские дома, переселенцам. Поэтому придумали такой проект «Вид за окном». А чего вы так называете? Знаете, вот у всех есть такая, помню, мы долго обсуждали это в офисе, придумала моя коллега. У всех есть такая мечта заглянуть в окно в детстве. Мы идем, смотрим, что там у людей происходит. И, в принципе, наверное, каждый может заглянуть кому-то в окно. А вот прийти на личную территорию и выглянуть из окна могут только очень близкие. То есть ты заходишь на личную территорию известного человека, и ты вот просто становишься им на секундочку. Ты выглядываешь в окно, вот что он видит, когда по утрам просыпается. И вот такая была идея. Мы хотели, конечно, виды из окон и спален. Но не во все спальни мы добрались, не из всех спален были красивые виды, поэтому фотографировали просто виды из окон людей, которые нас пустили к себе домой. Оля, так а вот скажите, кто из зверковых, может, логостей, взагали погодится принять такую инициативу, чей выгляд из окна был наиболее интереснейший? Согласились Дидзе, согласился Кузин Сережа, Слава Фролова, Оксана Соколова, согласилась Марина Карпей из Гиги, из Мкзавреби. То есть, в принципе, многие люди сказали, да, некоторые сказали, нет, это очень лично, домой не пустим, Савада, Фройдбурд, то есть, во всех этих домах. цикавише, чей выгляд вас особисто подкрыет? Трудно сказать, потому что, потому что многие люди говорят, вот этот вид, а можно еще там мою собачку поставить, да, можно мою кошечку? И мы сначала... Мой новый комодик. Ну, мы сначала говорили, нет, это вид из окна, а потом выяснили, что у каждого человека есть что-то очень лично свое, например, у Дзиндзи в кадре, его шляпа. У Гаррика Карагутская была любимая собака. Ну, то есть, мы понимаем, что это очень круто, потому что это очень лично, вот ты точно понимаешь. Добавляет какой-то штрих от персонали. Да, это его, и мы такие знаем все. А расскажите, пожалуйста, про эту фотокнигу «Вид из окна». Вот эти вот все истории, которые отсняла Марина Карпи, это ее видение этого вида, и потом это тексты людей, то есть, что увидел фотограф, который зашел на пять минут и вышел, и что видит человек каждое утро. И очень часто это две разные истории. Человек пишет, я вижу та-та-та, открываем страницу, Марина увидит совсем другое. То есть, это фотокнига, история, которую рассказывает владелец квартиры и то, что увидел фотограф своим взглядом. И эта фотокнига будет продаваться на благодейном Кураж-базаре уже в эту субботу. Деньги, все от продажи этой книги будут направлены именно на приобретение имплантов для операций детей с проком сердца. То есть, можно будет продавать уже в выходе, не на приобретение, то есть, как раз стоит... Уже в эту субботу, да. В принципе, можно уже начать помогать детям с проком сердца. Можно зайти на сайт Украинской биржи благотворительности и вбить слово Кураж. Он вас выбросит сразу же на сбор средств. Можно уже дать 5, 10, 20 гривен. Сколько есть? есть такая альтернативная возможность? Да. Не обязательно даже куда-то отправляться. Вы прямо из дому уже сможете помочь детям. Это важно. Запоминайте. Отправляться тоже важно. Ну, отправляться тоже важно. Ну, те, кто не дойдет, их тоже достаточно большое количество денежки. Денежки, главное. Ну, те, кто не дойдет, смогут с понедельника купить эту книгу у нас на сайте Fashion Aid in UA. Мы будем ее продолжать продавать. Также история выйдет сегодня-завтра на Украинской правде, где мы расскажем о проекте и покажем альтернативные фотографии, те, которые не вошли, потому что слишком много их было, есть, которые не вошли. У меня к вам вопрос не по теме того, что с вами происходит. У меня такой вопрос. Вы футбол смотрите? Ну, одним глазом, да. Ну, то есть особо не разбираетесь, да? Ну, я знаю, что там есть две команды, стоит сет ворота справа слеп. Вы сейчас еще и хоккей заодно описываете. Нас это устраивает. Смотрите, ой, какие штуки из меня выпадают. Убрать футбол? Я напоминаю, что сегодня же играют наши и, соответственно... С Северной Ирландии. Да. Супер. Так. И вот устраиваем такой розыгрыш. У меня есть три чашки и у меня есть три вот таких вот жетончиков, в которых разные три варианта исхода матча. Я надеюсь, вы написали везде, что победила Украина. Ну, это было бы нечестно. Это очень честно. Можно более зачитать с бумажечки любой понравившийся вам ответ, независимо от вас. У меня сейчас чисто рефлекторное желание вот это покрутить и предложить вам поставить денег. Ладно. Итак, вы выбираете одну из этих чашек. Мне проклянут фанаты, если я выберу не то. Я средненькая. Средненькую? Хорошо, давайте. Да. Итак, средняя чашка. Показываем мои руки. Вот, берем среднюю. И я вытаскиваю на ваших глазах бумажку, которую я туда бросил. Оля, зараз ваших рук. Барабанная дробь. Что там? Барабанная. Да, да, да. О, боже, какая молодец. Какая молодец. Вы молодец. Работу. Ну, чтите, как бы, разочарованные фанаты, если не сбудется, тоже как бы... Смотрите, на самом деле очень важно верить и, ну, иметь такой, знаете, позитивный настрой. Правильно. Исход это такая история. Вот с таким позитивным настроем сегодня была в нашей студии Ольга Руднева, директор фонда Лена Пинчук, Антиснит. Ольга, дякую вам. Спасибо, что пригласили. Павло, ту бис. Друзья, у меня есть новость, которая рвется в соцсети. Невозможно не любить. Новый интернет-мем покоряет социальные сети. В чем история была? Была публикация в Твиттере правительства Москвы. Но все бы ничего. Вот только вот на фотографии, которые в этом Твиттере, ни разу не Москва, а финский город Тампере. И первым ошибку обнаружил муниципальный депутат Евгений Будник. И он написал, мы догадывались, что мэр Москвы любит не тот город, которым управляет. И теперь хотя бы знаем, какой город он любит. Но после этого замечания редакторы Твиттера «Вестник Москвы» попытались выйти из неловкого положения. Заявили, ребята, мы вас таким образом проверяли на внимательность. Но, кого вы убеждаете, уже огромное количество фотоап курсирует по интернету. Деньги за рубежом они тоже прячут, исключительно проверяя людей на внимательность. А замедленные авшоры молодцы! Да, хороши! Слушай, да нет, ну насправдь это так, как это правильно сказать, в пасти обличчям... Не важно, друзья, чтобы вы сегодня, на самом деле, не поскользнулись на улицах, не промокли на улицах, вам нужно знать важную информацию от синоптики Ейс. Это правда. За данным синоптики Ейс, зараз, например, в Киеве, за векном нашей студии плюс 19 градусів, классно тепло, а в день будет 26, и нарешті в день будет без опытов. Гарна, сонячная погода. Вполне. Тому саме такого настроя мы вам також бажаем, и уже будем чекать на вас завтра, 6.30. Отправляемся готувати новий випуск, найцікавише, найактуальнейше, и все, что вам варто знать самого раньше. Хорошо, да, берегите себя, до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а.